Оленеводство в Ненецком округе нужно срочно спасать, в один голос заявляют руководители местных СПК. Причем в том, что эта отрасль по сути терпит бедствия, хозяйственники винят управленцев. Якобы нет и никогда не было в профильном департаменте специалистов, разбирающихся в столь специфической деятельности. По мнению председателя, еще одна причина – это недостаточная поддержка со стороны государства, хотя региональные власти с такой позиции не согласны. О проблемах развития традиционного хозяйства накануне говорили на заседании Совета по оленеводству. Мнение о сторон выслушала моя коллега Надежда Качегова. Первый доклад на заседании Совета представил руководитель профильного департамента Михаил Ферин. Сейчас его ведомство как раз занимается разработкой стратегии развития отрасли и выполняет все мартовские поручения. Они были сделаны по итогам очередного съезда заполярных кочевников. Первые вещи, которые мы уже сделали, и они вам направлялись членам Совета, это внесение изменений в закон о оленеводстве. В частности, там есть предусмотрено несколько пунктов. Мы убираем один пункт, где за нарушение оленей емкости, так было в законе написано, разрывать оленные отношения, кто их нарушил. Мы этот пункт убираем, потому что это считаем неправильным, без защищения так делать нельзя. Отработано также предложение департамента образования. Школьными вертолетами, которые бесплатно возят детей оленеводов, смогут пользоваться и студенты. Проект сейчас проходит предварительную оценку. В качестве еще одного успешного механизма поддержки местных производителей представлена инвестиционная субсидия. Она появилась в округе лишь этим летом. Например, Харп получил деньги за уже построенную ферму в Красном, а Сула – за комплекс в Коткино. В целом, по итогам года, с учетом субсидирования, у нас есть тенденция к улучшению работы. То есть у нас при учете субсидирования из бюджета, если раньше в 2016 году было пять только предприятий, ну, пять СПК-организаций, которые были рентабельны, их сейчас стало 11. Общий объем финансирования отрасли в этом году – 232 миллиона рублей. За последние три года размер поддержки увеличился в полтора раза. Правда, по мнению промышленников, государственных выливаний недостаточно. И аж с 90-х годов оленеводство Заполярье постепенно деградирует. Получается, что с существующей системой поддержки отрасли на данном этапе у нас уже не обеспечивается внутреннее потребление. То есть мы сегодня закупаем мясо на стороне. Было закуплено порядка 40 тонн в республике Куми. Правильно? Да. Второй год подряд. Причем закупалось по внутренней цене. Мы будем поддерживать оленеводство соседних регионов или все-таки обратим внимание на свои хозяйства? То есть нам сегодня оказывается легче закупить на стороне, чем выкладывать деньги в свои хозяйства. К причинам стагнации оленеводческой отрасли председатели СПК добавили также отсутствие убойных пунктов, низкую закупочную цену на оленину плюс некачественное сырье. В корне проблем, по мнению хозяйственников, и некомпетентность управления. Интересы отрасли на уровне исполнительной и законодательной властей региона никто не отстаивает. Отчасти с обидой заявили руководители СПК. Если бы был профессиональный состав, то, думаю, не было бы ситуации сверх, когда им не выплачивались целый год субсидий. Как это своему предприятию не выплачивать субсидий? Год был, он судился и высудил, и был прав. О чем это говорит? О компетентности управления, потеря уникального стада на Колгуеве. Если бы вовремя спохватились, у нас что вот, у Анатолия Петровича нету сенов, и завести туда вертолетами. Проблем не было. 72-й год, вспомните, кто помнит, как спасали оленей. Так же сено завозили. Все, проблем не было. Александр Цибульский согласен с тем, что оленеводство – крайне специфичная деятельность, требующая особых знаний и навыков. Именно поэтому глава региона и создал этот совет. Но что касается государственной поддержки, то здесь руководитель субъекта твердо заявил. Отрасль не должна существовать только за счет окружной казны. Ведь в таком случае говорить о развитии оленеводства просто не имеет смысла. Более того, Александр Цибульский считает несправедливым сложившийся порядок получения доходов местными СПК. Почему одни оленеводческие хозяйства, которые историческим образом, волей судеб, сегодня арендуют, я подчеркиваю, земли государственные, на которых разрабатываются нефтяные месторождения, жируют, а другие, которых, к сожалению, не оказалось таких богатств на своей территории, на аренду олены, они сводят концы с концами и генерят огромные убытки. И почему мы одинаково поддерживаем вас и одинаково поддерживаем оленеводов на землях, которые не обладают такими ресурсами? Разве это справедливо? Мне кажется, это несправедливо. И мне кажется, здесь надо в этом тоже наводить серьезный порядок. А давайте разберемся, сколько платите вы своим оленеводам, не вы конкретно, я имею в виду руководителей СПК и других оленеводских хозяйств, своим оленеводам, которые занимаются в обслужении. Это же безобразие, по 5-6 тысяч рублей люди получают в месяц, при том, что большинство из вас, особенно на Востоке, получают неплохие доходы от своей деятельности, как бы вы сейчас не пытались нам преподнести о своей несчастной судьбе. По мнению главы региона, все оленеводческие хозяйства округа имеют одни и те же права, поэтому условия ведения деятельности должны быть выровнены. Прибыль, которую СПК получают от аренды нефтегазоносных земель, можно распределять между всеми хозяйствами, предложил Александр Цибольский. Правда, руководители СПК от такой идеи оказались не в восторге. Какое имеют моральное право те оленеводы, на которых не уничтожается земля, нет разливов, нет стрессового воздействия, получать эти доходы? То есть мы ведь получаем их не просто так. Если я буду как директором этого фонда, я соглашусь, а так нет. Потому что деньги уйдут неизвестно куда. Лично я не верю, что деньги уйдут туда, куда надо. Потому что у округа сегодня столько денег, и все равно их не хватает. Не ваш адрес, я вообще говорю. После бурной дискуссии глава региона призвал руководителей хозяйств помочь профильному департаменту в разработке стратегии развития окружного оленеводства. А также, используя успешную практику некоторых местных СПК, навести порядок во всей отрасли. Следующая встреча совета запланирована уже на октябрь.